мужчина должен серьезно отнестись к вопрос создания семьи и это рекомендует мужчине выбрать себе хорошую жену чтобы она во всех отношениях удовлетворяла его таким образом он получит хорошую возможность быть стабильным и осуществлять все свои цели жизни семейный мужчина должен принять на себя ответственность за свою жену детей за своих родственников которые нуждаются в поддержке ответственность не означает что глава семьи распоряжается всеми как хочет или то что он заработал деньги а остальное время может отдыхать как хочет семейной обстановке ответственность означает что мужчина заботится о всех членах семьи во всех отношениях и в материальном и моральном нравственном заботиться чтобы члены семьи были заняты правильными правильно своими делами по своим способностям чтобы они были счастливы в жизни и не занимались бесполезными неблагоприятными для других делами не втягивались о вредные привычки конец цитаты ну к сожалению них как раз мужчины чаще чем женщины наше время обладает вредными привычками и меньше заботятся о здоровье я как врач говорю что процентов 70 пациентов это женщины мужчины очень сложно занимается здоровьем там обращают внимание то есть но должно быть наоборот нужно мужчина должен следить за питанием семье за там физической культурой за значит посещение храма церквей похода клуба благость то есть вот это все принципе ответственность мужчины должна быть а в время мужчина это не делает и делает вместо этого женщина но мужчина такое он будет нести ответственность значит следующей жизни получит тело женщины вот или будет но нести он не выполнять свои обязанности если плохо работает в своей жизни вот не выполняет свою судьбу то только ухудшает его конечно будущее так что мужчины но я призываю вас к ответственности что интересно еще природа женщины такова что она любит когда мужчина привязывается не к ней а какой-то цели жизни для меня это было открытием на самом деле что а есть даже такая народе фраза чем меньше женщину мы любим тем больше нравимся людей слышали то есть народная мудрость уже кажется почему как это но вот беда это тоже объяснять что мужчина не должен целью своей жизни ставите вот любой женщине это будет неправильно женщина такая будет переставать его уважать и сам мужчина не будет счастлив в этом ему будет не хватать ему нужно деятельность активность вызов достижения вот а женщина наоборот гордиться мужем который живет самоотверженно служа какой-то высокой цели и тогда женщина готова все что угодно сделать для такого мужчины такова природа женщины хотя не все женщины это понимаю напишите пожалуйста чате наши дорогие женщины понимаете ли вы это вы и плюсиком или вы с этим не согласны минусиком или знак вопроса я еще не определилась сейчас в чате значит что имеется ввиду когда мужчина заботится идея ну женщина готовит на мужчина говорит что мы будем теперь не из мяса например или мы будем сыроедить или мы будем поститься раз в неделю я имел ввиду что в этом в этом плане это же тема здоровье хорошо два плюсик и ванна спасибо все остальные девушки остаемся после мастер-класса дополнительной лекции придется повторить эту тему в девятый раз но не волнуйтесь как вот я был на курсах по английскому языку я изучаю английский язык уже лет пятнадцать кого такая история поднимите руку вот это значит была значит такая лекция на меня заинтересовало значит почему мы не можем выучить английский язык я специально на эту лекцию значит там объяснили что на самом деле привычка знаете в чем проблема проблема в том что люди не освоив одну ступеньку в уровне своего языка пропустив что-то не выучив они идут дальше и когда он он не чувствует уверенности что он что-то прошел то в будущем на следующих ступенях развития того же языка это в принципе во всех дисциплинах он начинает ошибаться ему начинает не нравится процесс обучения и появляется страх перед языком вот у меня тоже такое есть и но она приводила пример что смотрите мы все в школе учились там научили алфавит и это было очень сложно для кого-то да кто-то очень там пересдавал долго но в результате мы то все выучили алфавит правильно то есть мы сейчас все в принципе можем писать читать то есть это вопрос только во времени кто-то быстрее схватывает кто-то медленнее но вот важно быть собой честным и если у вас есть непонимание в прошлом то устранять это непонимание и тогда у вас будет дальнейший рост вот это мне скажем сняло вот эту страхом перед изучением языка я поверил что когда-то я все-таки заговорю на английском для меня это важно хорошо значит согласно видам разумность есть и у мужчин и у женщин в равной степени разумность женщины проявляется в способности быть послушной а мужская разумность заключается в способности быть ответственным и достигать свои цели разумная женщина быстро и без труда уговаривает любого человека ведет себя смиренно и соглашаясь со всем что от нее требуется она склонна служить окружающим и всем помогать в этом случае женщина несомненно добьется успеха в жизни ну кто-то скажет то где это такое видано ну да но когда-то вот женщина например когда муж умирал там в битве или просто но умирал то она шла за ним в костер сейчас никто этого не повторяет то есть мы конечно опираемся на веды которые написаны ну для идеального общества но нужно к этому стремиться вот ответственный мужчина должен выполнять свое слово которое на себя берет он должен сделать так чтобы никто не испытывал никаких трудностей и проблем в жизни также мужчина должен стремиться к совершенствованию отказываться от вредных привычек старается занять себя возвышенной деятельностью тогда его начинает очень сильно уважать когда мужчина следует таким принципам его семья защищена от всех трудностей и проблем в жизни ну напишите или скажите друзья кто вы же уже не первый месяц изучаете знания александр александр кто уже почувствовал вот такую трансформацию в своей жизни потому что как сказал мне один духовный человек продвинутый о своей эволюции о своем развитии вы узнаете не ну не только по собственной самооценке я стал более счастливым а потому как меняется ваше отношение с близкими людьми вот это самый лучший критерий если вы входите в клуб слушаете лекции но ничего не меняется с близкими то что-то вы недопонимаете эти знания они должны работать на нашей реальной практике на работе быть более скажем социально сильным успешным там вас больше уважают коллеги пациенты пациенты как врач говорит там клиенты к вам там соседи там здороваются или там хорошо относятся то есть вот это должно происходить вот в принципе у меня это происходит в моей жизни вот последний не так вот я чувствую что я как-то более ко мне симпатии относятся люди соседи там помогает мне почему-то вот это конечно очень приятно и такие знания эти все они работают если я желаю людям счастья если я служу там богу если в принципе стремлюсь бескорыстной деятельности то ну души других людей подсказывают тем людям что наверное ну это хороший человек что надо относись нему хорошо вот так тогда действительно нет вопросов там количестве клиентов в вопросе там заработка то есть как-то оно все приходит и все оно удовлетворяет и меньше беспокойств и страхов за свою жизнь даже вот период кризиса вот я поделился с теми наблюдениями когда мужчина начинает вот жить согласно обязанностям брать ответственность за свою жизнь то трансформация не заставляет долго себя ждать сейчас сейчас открою чат и в 6 сообщений уже все плюсики все хорошо все хвалят ну спасибо друзья аж даже скучно тихо и мирно сегодня у нас предупредили руководство клуба власть что бывает чат заходят так называемые тролли вот поэтому если вы увидите тролля то не щадно его будем что будем посмотрим надо удалять будем переводить в комнату ожидания есть так идем дальше друзья что же еще говорят следы про отношения вот в табличке вы видите да демонстрацию там это есть по по этапным по спискам я сейчас его более расширенно объясняя вот каждый пункт что за этим значит ну я начал с мужчин потому что ну так как то распорядилась как там не пошло с мужчин но для женщин тоже дойдем так это говорят что мужчина должен давать наставление своей жене а жена должна слушать а не наоборот если наоборот то будет большие проблемы друзья женщины пожалуйста не кидайте в меня ничего там в сообщениях не пишите обидного это сказал олег геннадьевич вот ну попробуйте так жить ну попробуйте и вы увидите вот ивана кстати на одной встрече у нее спрашивал про отношения она так и сказала я тогда это подметил ну как же так руководитель клуба она же столько всего знает почему она не может сказать мужу как надо себя вести вот она этого не делает и вот ивана пишет что у них семье сейчас очень властная атмосфера то есть ну давайте может попробуйте так жить не давать наставление это конечно сложно я это это сложная говорит говорят что судьба женщины сложнее чем судьба мужчины потому что ну вот так что это конечно сложные места потерпения ну цель ави что еще интересные такие объяснения что мужчина должен выглядеть как будто он подчинен своей жене вот кто-то писал в чате что в принципе ну жена она заправляет семье там да она но у мужчина мудрый он может дать ну так выглядеть как будто все подчиняется как жена говорит но на самом деле решающее слово всегда должно быть замужем ну то есть жена выбирает обычно что купить какого цвета будет там занавески сковородки еще что-то кухни мебели мужчина вроде бы подчиняется потому что ему в принципе ему нормально ему все равно бывает бывает но все-таки решающее слово должно быть замужем потому что если муж не имеет такого слова в семье в отношениях то природные отношения между мужем и женой будет уничтожены вот у меня тоже в личных отношениях такое было я как бы так думал все будет по-честному все равные права стал партнеру давать вот ну право сделать выбор и вроде бы это демократия как у нас сейчас это принято устройство стран дима где демократии это самое значит передовая методика но оказывается это не так все таки по ведическим принципам лучше монархия то есть лучше когда ну как в теле есть голова есть руки ноги и живот то есть должен быть руководитель который уполномочен который знает два голова также принципе в семье как семья ячейка общества что должен быть ну по идее должен быть мужчина который берет ответственность за семью и с него спрос он отвечает за это давайте посмотрим чат сложно быть послушным это говорит вера федоровна который муж приходит 37 лет подряд но это сложно да это сложно это как складе почитаете сказку тысячи одна ночь как удавалось вот этой девушке удерживать внимание султана и каждую ночь он из сотен наложниц приходила именно к ней то есть это прямо целое искусство целое искусство вот притягивать там обращать как-то вот привлекать или иначе как-то говорил на встрече что вообще жизнь семейные особенно это как игра это лила то есть не стоит к ней очень серьезно относиться знаете как жить по законам физики там взял учебники все должно быть по шансам по правилам то есть все таки любовь должна быть выше правил и и вот чтобы это играло чтобы это происходило вот эта игра это когда проигнорировать что тебя там не не проявили должного уважения или там мы могли что-то грубо сказать вот как-то это не брать близко к сердцу то есть вот игра где-то пошутить то есть переводить в игру и в принципе говорится знаете что почему говорится что лилы бога вот физическая культуры описывается что у бога нету работы поэтому он постоянно играет для него эта игра и если мы хотим вот быть с богом в отношениях то почему бы нам тоже не относиться к нашей жизни как игре не быть столь серьезными не смотреть с лупой на нашу жизнь на качество наших партнеров видеть там объективные какие-то минусы а что если вот как-то это смотреть с любовью которая сглаживает которая делает каждого человека каждый человек может быть счастлив вне зависимости от возраста от внешности от дохода вот любовь какое дело если так смотреть на мир то можно быть счастливым так вера федоровна старайтесь здорово у вас получается у вас получается 38 лет всего лишь мне 42 вот сколько светлана даришь спрашивать если мужу не все равно если он не хочет допустим серые стены а жена нет значит возможно он а он у вас женственный какой он у вас может быть серые стены это конечно как в офисе печально это ну это конечно сложный вопрос а можно про стены да да помогите на самом деле квартиры это пристанище женщины поэтому в квартире все должно быть так как очень женщина лучше так сделать то есть мужчина не должен танцеваться туда где там как что стоит какой диван там тогда лучше чтобы это все жена решила а для мужчины пристанище это работа а если мужчина работает во время карантина дома все равно мужчина приходит в гости как говорится к жене даже если ты его дома он все равно приходит жене он куда спать приходит работает все таки он не знаю вот он вот я соглашусь с тобой что и там дальше будет эта фраза что если жена несчастлива не удовлетворена то мужчина не найдет себе в покое и поэтому ему проще пойти на эту жертву и согласиться что пусть будет лишь бы она успокоилась знаете как когда ребенок капризный легче ему эту игрушку отдать и но зато он будете там спокойно вести какое-то время может быть так может быть вот в этом да и должен принять заразу мужчины он не должен эти вещи ставить во главу угла отношения как бы ну хочешь ну поиграй с этим но тут еще смысл в том что женский ум он 6 раз сильнее чем мужской поэтому и женщине уступить какой-то цвет или шторы это просто не нереально вес она лучше знает как приготовить как там все убраться тогда лучше знает какие там шторки повесить какие-то подружки нужны и так далее лучше чтобы этим женщина заниматься а если у нее слабая венера венера отвечает за красоту вот я немножко знаком с астрологией и я вот мне товарищ астролог я говорю знаешь что ты так нравится этот актер вот прямо я бы смотрел его фильмы и смотрел это например это мужчина он говорит так он у него сильная планета венера поэтому он привлекает то есть вот есть я понял которые прямо супер дизайнеры тогда нужно советоваться женщины он должен говорить слушай а как считаешь вот такие стены лучше сделать или такие или например там мы решили ремонт сделать и он должен какие-то журналы и подсунуть чтобы она посмотрела то есть то что ему нравится чтобы они как-то пришли к консенсусу да или мужчина может предложить хотя бы несколько вариантов а женщина из них выбирает то есть дать конечное как бы да да но должно быть так как будто это она выбрала на самом деле даже она это ну не сможет вынести если она там он как-нибудь прибьет как говорится полку она потом весь мозг да хорошо очень как-то так я алина вы уж так нас извините ну вот такое вот решение у нас хорошо да вот женщина как раз вот то что я сказал женщина не будет удовлетворена в семье и мужчина в семье тоже не будет удовлетворен то есть вот такая ну природа мы как связки идем найти как есть такая пословица что одному идти быстрее но вместе медленнее но дальше то есть надо понимать что ну если как бы ты какой-то связки с там стая надо как волки да там есть там фейсбуке значит подожак идет сзади то есть не он бежит впереди до убежал там все сзади а он идет сзади помогает слабому вот так что то в этом есть хотя у щетинина я изучал в классах то у нас в школах например ориентировались по двоечникам и значит пока они не поймут класс не идет вперед а щетинин говорил что нет вы но уделяйте внимание те кто стремится уже к знаниям вот поддерживайте их чтобы двоечники захотели тоже подтягиваться вот как-то так он объяснял то есть тут надо уже принимать свой разум видите семья и школа вроде похожие вещи но с учениками по одному в общем да какой-то получается это друзья творческий процесс некий некие но законы закономерности но мы должны накладывать на наши конкретные ситуации на наши уровни сознания и вот принимать самостоятельное решение все-таки чтобы у нас этот зрелость была внутри нашего сердца не просто мы там ходили с книжечкой там посмотрим что нужно сделать чтобы от сердца шла это наша совесть 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 совместные знания то есть как это правильно и бог вот внутри сердца он подсказывает что вот это справедливо это правильно от этого будет должны быть счастливы так хорошо он некоторые женщины думают что они должны занимать или равные или более высокая по отношению к мужчине положения этим они очень сильно портят себе жизнь а даже если женщина более разумно чем ее муж она все равно должна занимать подчиненное положение в этом случае она легко решает все вопросы таким образом лидерство женщины возможно лишь тогда когда женщина правильно поставить себя противном случае в семье будет огромное количество конфликтов скандалов и выяснение отношений ну давайте попробуем также друзья хотя кажется мужчине мне это выгодно говорить да чтобы партнером не подчинялся но вот и ванна это реализовала свои практики вот интересно пару слов и слышать ивана вот можете нашим женщинам как-то их убедить что стоит пойти против своей гордыни против вот этого ума и подчиниться ну наверное лучше об этом рассказала бы ну не надо зацикливаться на чужих обязанностях проще зацикливаться на своих вот и когда ты начинаешь выполнять свои обязанности то не так уж интересно как бы кому-то о чем-то рассказывать ты понимаешь ты очень несовершенен в том что ты делаешь есть куда развиваться что называется я в свое время тоже была руководителем и зарабатывала по вашему же и и тратила основное время на работу не на тени и на сию не ищет сравнение и да женщина страдает от такого положения как большинство времени процента может даже больше она не дома женщине важно находиться вот в своем как бы замке на своей территории вот а мужчине важно быть больше реализованным во внешнем мудрость женщины в том чтобы дать ему эту возможность реализоваться вовне а сама немножко избавить оборот у меня это получилось но сложности даже муж не сразу принимал то что я не приношу деньги не зарабатываю не зарплаты вот это понимание того что женщина дает энергию мужчине для зарабатывания даже тех же денег для реализации на нашем обществе не культурирует и большинство мужчины думают что они стали зарабатывать не жена дает или мам энергия женской части общества женской части вселенной и женской части мира и она идет оттуда вот и у господа столько разных энергий что он сам даже плохо осознает он их сам плохо знает и не задумывается даже над тем как они действуют они просто действуют и это законные и никуда женщина дает мужчине энергию силы силу вот эти энергии у действовать и зарабатывать в самом числе и за великими мужчинами великая женщина я такой пример себе крови она жизнь выполняла свой долг и муж адмирал командующим флотом вот она очень реализована в этом плане женщина и вы знаете что господь ей дает на такие же силы как молящийся женщина очень имеет силу влиять на людей влиять на своих сыновей влиять на общество она очень в этом плане влиятельная женщина поэтому влиятельность женщина получает не от того что она командует от того что выполняет свой долг и подчиняется мужу и правильно себя ведет в семье я не могу сказать что я идеально в этом плане я иногда тоже что пытаюсь варить можно всегда слушать то что я говорю вот но мы не приходим в конце концов в общем и кстати про стены у нас актуальный вопрос мы делаем ремонт но как-то сходимся пока вопрос был душевая кабина или угловая ванна мы мирно решаем пока не дрались так что все нормально спасибо ивана за вашу реализацию я тоже вот вспомнил что по тему счастья мы тогда общались что друзья вот ли геннадж говорил на лекциях мы идем семью вот люди обычно идут семью чтобы получить счастье но семью надо идти чтобы отдавать счастье то есть мы счастье получаем на то настоящее духовное которое действительно может нас наполнить ничего не счастье через чувственное удовольствие а от души своей так вот для души она нам дает счастье когда мы выполняем свои обязанности вот ивана это подчеркнуло что надо семье ориентироваться не как вот мне что дают как муж себя ведет мы получается ответственность за свою жизнь перекладываем на этого мужчину на этого партнера и потом жалуемся вот у меня такой партнер на самом деле это как в тренажерном зале вы пришли есть тренажер полегче есть потяжелее но все равно это ваши веса которые вы тренируете свои мышцы вот если так относиться к жизни что не искать себе там где полегче где покомфортнее все равно жизнь найдет место найдет ваше уязвимое место и нагрузит вас своей тяжелой судьбой потому что если бы у нас все было хорошо мы бы здесь материальном мире не рождались материальном мире рождается у каждого есть судьба это наши предыдущие предыдущие все суммарные желания их последствия поэтому мы должны прийти вот некой такой отношением с господой с душой и вот оттуда черпать настоящее счастье а партнер семье это как раз вот и есть возможность конкретный человек которому можно отдавать которому можно служить вот с таким если относиться подходом то вот даже я проговорил это имя такое внутри ну большей счастья стало и учел какой-то страх перед отношениями вдруг там например женщина кажется не такой как значит я хотел а или она не даст мне того что почти ожидал а это на самом деле только от меня зависит вот мы счастливы настолько насколько мы сами приняли быть счастливыми потому что источник счастья в нас самих находится и благодаря лексам ли иначе мы имеем возможность это осознавать потому что так люди живут десятилетиями терпят друг друга чего-то ждут требует друг от друга я тебя дала лучший год своей жизни вот и олег иначе кстати недавно опубликовал фейсбуке ролик интервью джима керри кто-то смотрел его джима керри где он такой ему под уже 45 лет или 50 лет и он такой полностью разочарованный говорит что я все имею то что все хотят я там все и я такой опустошенный я хочу где-то раствориться посмотреть этот ролик или геннадж говорит вот это типичный пример человека вот который просто живет как сев вот как все живет не особо задумывается не там не задают вопросы куда-то бежит а потом вот приходит вот такая мощная депрессия и кто-то вот из нас кто же здесь клубе кто вот на этой встрече тот уже начал понял осознавать что нет смысла бежать куда-то вот болтыхаться в каких-то там жизни мечтая ожидая каких-то вдруг удач что все надо заработать своим трудом получить знания и наука счастливой жизни ну как гармоничность это через знание идет через служение спасибо еще раз ванну что натолкнули на эту мысль и читаю чат друзья пишите вопросы все будут услышаны поделитесь фильмами вот светлана дарич просит где женщины правильно ведет себя в семье и где у женщины проявлены позитивные качества луны вот антон пишет жуткая борта я подтверждаю очень классный фильм хорошая хороший фильм где-то у меня был список фильмов от клубов благости там много хороших фильмов я вам хочу сказать кстати про фильмы я вспомнил а я сейчас на карантине как-то больше времени появилась ностальгия по советским фильмам и я несколько фильмов посмотрел и мой друг ничего а подкидывает ссылки значит вот недавно посмотрел фильм берегите женщин знайте его отец к киностудия двухсерийный там антонов поет берегите женщин берегитесь женщин такая песня смысл такой тоже интересный фильм понаблюдать вот как молодежь в советские времена жила семейные отношения потом вот еще классный фильм очень 20 лет спустя помните как встреча одноклассников и одна из учениц там староста группа говорит а кто чего ты достигла в жизни говорит я мать и все значит так поникли на ну ладно смотрели помните да фильм вот тоже посмотрите фильм он такое что-то физические знания там тоже вот есть что человек семья решила посвятить себя вот служению друг дружке там семья там что-то 15 или 20 ребятишек как вот они уживаются как они там помогают друг другу очень такой классный фильм что раньше наши семьи были какие они многодетные там по 10 по 13 детей это досмертность была очень высокая а сейчас настолько человек стал слабее хотя вроде бы да мы себе облегчаем жизнь мы хотим новые компьютеры смартфоны лифты электрокары уже там все по придумывали против жизни вот вот должна стать легче а человек становится слабее то есть сейчас даже сложно ужиться вдвоем семье сейчас даже сложно завести одного ребенка а если трое это уже все многодетная семья то есть понимаете как когда меньше на нас жизни нагрузки тогда и мы слабее становимся вот в чем интересно а как раз в отношении к семье в коллективе это возможность вот в зеркале отношений осознать себя свои плохие качества прокачаться стать больше любить большего количества людей иметь больше друзей то есть человек обретает силу в отношениях вот иначе говорит что откуда бросил это контакт с природой это как эквивалент бога материальный мир это его энергия потом общение собственно с богом через молитвы через слушание святых и третье это через людей через каждом человеке проявлен бог и в добрых людях он раскрывается и общаясь с добрыми людьми мы вот получаем это общение как бы с богом вот и мы мы наполняемся поэтому вот в этом фильме очень классно показано что вот такая крепкая семья нам но продан они материалисты они вот это был конечно нюанс что они не не верили в бога об этом может время на советской судье не показывали но вот частично вот найти в себе жизни создать такой островок как боярский песни пел там островок счастья что куда он хотел это спрятаться да вот создать ну конечно самому измениться привлечь вокруг себя добрых людей создать семью и вот вот такой вот создать внутри огромного общества где две всякие проблемы но создать вот мир свой добрых людей к хороших с кем общаться с кем дружить кому можно доверять кто поможет сложный период времени как вы считаете вы бы хотели иметь создать такую семью иметь таких близких людей детей частные шквал просто плюсиков пойдет раз посмотрим я буду отслеживать составить плюсики 6 новых сообщений да ни одного плюсика я все я закрываю эту лекцию я ни на что не годный лектор просто ни на что не годный люди хорошо пусть один чек поставить 20 плюсик успокоить все ладно но остаюсь раз люди просят а уже друзья уже полтора часа прошло мы так смело с вами общаемся и ладно буду просить вас еще продолжить еще лекцию проведем так ну в целом вам интересно такой формат что что чтобы или дайте какую-то обратную часть вот они напиши что хорошо спасибо андрей вообще замечательно слушаем лучше можно хлопать ура хорошо или вот вот так вот значит вот алина спрашивает и как только человек начинает уделять время друзьям они 7 то рушатся отношения обычно ну вот александр генн хакимов это наставник лео торсунова он говорит что чтобы в семье семья не записала на и не только будет вдвоем там или вот ребенок она обязана приглашать гости друзей вот тоже служить обществу да то есть поэтому можно не формате в таком формате что к нам в семью пришли гости не просто там ушел куда-то а приглашать к себе я думаю это будет выходом и становитесь лидерами то есть например вы можете приглашать интересно для вас людей вот там выше уровня или там ведущих клуба благостных или там ну как-то быть проактивными или давайте следующую встречу после каротина проведем у нас дома оплате придем в гости попробуем такой эксперимент а любовь и голуби дам тоже классный фильм такой заставляет о чем-то задуматься есть кстати я помню одно время были популярны значит психологи ставили фильмы и значит они обсуждали во время фильма кто что неправильно сказал то что правильно сказал такое видели да еще где-то год назад в интернете а вот олег иначе вы заметили на последних лекциях он всегда уже ставит отрывки песен иногда отрывки фильмов вот на фестивале благость мне это так нравилось вот действительно вот так человек рассказывает а вот тут раз и из фильма эта ситуация это так наглядно такой пример яркий поэтому мы узреем нашим антон мы вот не знаю как вашем клубе мы в нашем клубе хотим купить эту панель чтобы а значит какие-то фильмы крутить клипы выступление ли иначе у вас помещение есть какие-то проекторами ну просто на планшетнике добывается ясно ну формат слегка отличается вот такого как визну в принципе да все то же самое также ставим есть на планшете там можно телефон чем поставить вот у ивана спасибо вам и приглашает нас в гости ура с удовольствием приедем и доделаем ремонт сделаем эту толоку знаете как раньше строили просто собирались селом на пару выходных и сооружали дом это у нас сейчас молодым построить дом это целая значит собрать там 50 тысяч долларов или то что-то а раньше просто вот складывали дом насколько там на сто лет чтобы простоял и хорошо сейчас прям сложности проектор кстати у меня есть эпсон хороший ну лампа вы еще проектора но не проблема сейчас с этим с техникой с гаджетами хорошо так идем дальше вот и вот то что мужчина он склонен руководить и то есть его бы природная склонность что он хочет чтобы его слушали его мнение с ним считались это просто проявление мужских качеств характера и если если вы хотите чтобы ваш муж становился более мужественные вот например я бы хотел чтобы моя женщина смотрелась еще более женская то есть но у меня есть такой интерес на то есть вот мне классно объяснили что вообще развитие основана на разных полюсах вот почему в нашем мире сделаны и ну дуальность вот это а плюс-минус мужчина и женщина вы придумали об этом как раз вот это это противоположность она рождает вот привлечения взаимное и какое-то творчество какие-то новые новое развитие ну как вот мужчина и женщина соединяются и как продолжение этого союза проявляется ребенок то есть это развитие бесконечное и это и есть природа бога это бесконечное развитие расширение поэтому то как устроен наш мир то что наши души они бесполые не имеем пола но нам даются формы тел которые имеют оба пола что если это правильно использовать не не закрываться от природы до правильное взаимодействие то это только обогащает жизнь понимаете как интересно потому что есть понимаете вот мне один духовный человек тоже объяснял что когда у человека не широкое сознание он например говорит что все бог это все а природа значит там противоположный пол это все значит мирское это мешает не идти к богу другое говорит что бог я не понимал мне нравится вот жизни вот не хочу там ничего думать про про бога про отношения меня так все устраивает но если посмотреть шире для этого нужно широкое сознание увидеть во всем проявление божественной энергии и просто правильно взаимодействовать не с позиции служения с позиции как моя деятельность как мы это же семейная жизнь как мои цели идеалы они эгоистичные не я какая-то раковая клетка которая хочет вот себе чтобы удовлетворить а именно как моя жизнь моя ветка рода она ну как как часть бога будет проявляться вот этим расширением вселенной если хотите знать то вот это другое мировоззрение когда можно задействовать все вот эти энергии когда вот будет не похоть не вожделение а будет любовь то есть энергия то одна то есть как я это понимаю из лекции что через нас всех течет ну чистая любовь но а мы вносим своими мировоззрением искажения и у кого-то на выходит в любовь не может подняться вверх да она выходит только на уровень первой чакры человек мыслит вот вожделением у кого-то поднялась выше тот значит уже может любить через сердце идет у кого-то еще вы что-то может уже пробудить любой в богу то есть вот мы проводники и от нас зависит что мы с этой энергии которая нам каждый день дается что мы с ней делаем этот процесс бесконечный как вам такое такая концепция отношений да фильм кстати посмотреть может быть и может какой-то фильм на одной встрече включу вот так вот и будем на паузу нажимать и обсуждать это за привет а как бы надо было поступить или чем ошибка и так далее хорошо женщина должен ой мужчина должен взвешивать свои слова и общаться с женщиной очень аккуратно потому что он может ее ранить свое самое сердце если грубо с ним будет общаться и даже может этого не заметить потому что мужчина имеет более грубый менее утонченный склад с психики также мужчина больше спонен добиваться своей цели двигаться в глобальных направлениях женщина по природе она другая она более чуткая и она я жизнь крутится внутри глубоких семейных вопросов для нее эти вопросы очень важны еще раз следует отметить что муж обязан вести себя достойно потому что это всегда приятно и жене и дедям но муж не должен быть под каблуком потому что ответственность за семью согласно ведом может взять только мужчина женщина не будет брать ответственность за семью потому что она не склонна к этому по своей природе она склонна доверить кому-то ответственность за себя а если мужчина встает в подчиненное положение и не хочет брать на себя ответственность а женщина желает чтобы мужчина ей подчинялся то в конечном случае все равно она не будет удовлетворена и будет испытывать одни страдания и счастья ну это конечно тема мысли очень глубокая что мужчина вот должен быть как бы сильнее женщины то есть он должен уметь выдерживать ее вот напор и и вот этих желаний и и ну не подчиняться ей иначе если он подчинится то женщина потом будет разочарована и насколько вот я тоже знаю из других лекций что женщина как раз она мужчину часто испытывает своими капризами или геннадь что ты советует женщинам когда она выбирает мужчину проверить его скажем на на его стойкость на счету story устроить пару таких проверочных скандалов и проверить насколько он потянет насколько его психика выдержит и он начать но не будет срываться там с ней споритом бросаться до друга тарелками так далее ну может и до этого дайте как вариант но насколько он вот сможет выдержать и но когда мужчина пройдет этот экзамен когда женщина поймет что он терпит ее можно сдержать эмоции и сохранять спокойствие внутри себя вот эту мить свою силу то она его очень будет уважать и и вот мой друг которые уже лет десять слушает у него семья это три женщины двое дочек и и жена и они его все нужен а дети его очень любят и уважают и слушаются вот потому что он очень терпеливый очень терпеливая я помню у меня был дедушка он настолько был вот крепкий эмоционально это можешь я там помню ребенком кричал все там а он спокойно и это меня так не то так нравилось мета так восхищала в нем и я был как-то на нескольких лекциях тренер по йоге рассказывала о своей жизни что ей очень не нравился и отец потому что он выдерживал все ее капризы вот поэтому мужчина должен вот эту силу внутреннюю через аскезы через ограничение через вот контакт с богом через молитвы получать чтобы обладать этой силой этой стойкостью которая может помочь всей семье он как будет знаете как позвоночник есть на котором держатся все наши органы так и он будет вот той фундаментом этого семьи этого рода на которой женщины дети могут положиться вот друзья осталось 15 минут до 9 у нас обычно встречи эти два часа но я не успею все рассказать у меня только третья страница из 9 но не хочется бежать галопом просто вам там читать что-то хочется обмениваться приводить примеры вас бы хотелось бы больше услышать поэтому может будем продолжать эту тему еще одной лекциям давайте посмотрю в чате нет сообщения все в порядке все удовлетворены алло да нормально мне слышно ну какие-то шипения есть но так нормально я хотел сказать такую ситуацию как бы я вспомнил сон насчет этой темы терпения приснилось мне вот пару дней назад моя подруга знакомая и вспоминая сейчас что-то у нее болело в плечах а я знаю там о комплектурной точке массажа такого и хотел сделать массаж и Андрей, ты уверен, что стоит заговорить дальше и продолжать? нет, слушайте нормально смотри сейчас микрофон я уже приготовился выключать давайте без этих подробностей давайте без этих подробностей на шее облегчить и я это просто сейчас вспоминаю прям я в шоке был во сне она говорит что ты я тебя что просила мне делать массаж что такое и там началось такое что я просто ну отошел я вспомню себя во сне я отошел и в шоке такой зачем я хотел помочь на меня там выплеснуло столько что я так все, отойду надо успокоиться чтобы успокоилось так, Андрей сегодня на ночь пьешь молоко с куркумой с пиццом и у тебя будет глубокий расслабленный сон так главное что я хотел этим подчеркнуть что в реальности вот так в жизни любая такая ситуация ну вообще не вывела ну то есть были на работе там да какие-то женщины-руководители они более психичные и спокойно так а вот во сне такое впечатление что ты все забыл все твои знания и эта ситуация во сне вот это поставило в тупик я проснулся думаю я все забыл говорится что высшая степень совершенства человека это даже во сне помнить что кто он есть и и даже во время сна полностью себя осознавать есть такие значит уровни есть там ребята целые направления там осознанные сновидения но они это идут как бы так мне кажется с насилием с нажимом то есть хотят добиться этих ситку сит этих вот сверхспособности но бездуховные платформы они могут нанести больше вреда чем пользы поэтому в нужное время это придет хорошо ну друзья осталось 13 минут в принципе я я сам обучаю сейчас я обучаю наторопатии диагностики и я поинтересовался почему академический час 45 минут длится а не час и оказывается что значит именно это время оно самое оптимальное для получения знаний ну или там пара 45 плюс 45 полтора часа если больше то значит как-то мозгу надо отдохнуть что информация не воспринимается вот такое как-то есть хотя вот даже Олег Игнатьевич когда читает лекцию у него бывает и 3-4 лекции то оно все равно интересно когда человек эмоционально эмоционально рассказывает передается там любовь то оно хорошо особенно с песнями да с песнями да с какими-то надавите ролики когда сам он поет надо Ивану уже переходить там чтобы у ведущего был там помощник два помощника там по компьютерной графике по видеомонтажу параллельно открывались окна с премьеры вот вот ну так Иван может вы еще что-то скажете по теме обязанностей вот мы конечно тему у меня еще есть на 6 страниц текста темы интересных но как что ну Олег поскольку вы сказали что только половину тем подали сегодня то продолжайте пожалуйста на следующую встречу лучше хорошо разобраться в этом вопросе но я стараюсь по крайней мере что-то исполнить дома и это просто вот ну я думаю мы будем наверное заканчивать пожелаем друг другу включать микрофон пожелаем общаться пожелаем хорошего сна приятного дня завтра получения знаний в этот период удовольствия от общения с близкими вот углубление своей духовной практики которая поможет понимать что ваши близкие это тоже души это же существа изущества импетем личности которые вам не принадлежат вы сейчас с ними но они вам не принадлежат ни дети ни мужья ни жены это все свободные личности их развитие их уровень тоже нужно учиться только так приняв их полностью мы сможем понять их спасибо Олег вам большое спасибо всем ребятам вот Миша с днем рождения еще раз Миша с днем рождения покажись пожалуйста замечательный ребенок я очень люблю этого парня он настолько дай бог ему развитие на всю его жизнь духовную материальную что только возможно с днем рождения не ходил вот Миша мне прям хочется тебя потягать за уши сегодня жалко не могу к сожалению не стекла тортик тебе прости дорогой я тоже хотел в полгода принести тортик у вращения сам но не получилось в следующий раз в следующий раз Миша когда закончится карантин тортик мы правим я все говорите все понемножку наверное будем прощаться спасибо друзья если бы не вы не было бы этой встречи приходите в следующую тоже нашу встречу в среду по той же ссылочке продолжим это обсуждение уже буду спрашивать по прошедшему материалу конечно же и готовьте вопросы кто-то еще хочет сказать пожелать то включайте микрофоны ну спасибо всем большое за встречу очень приятно посмотреть на гладистых людей очень информативно очень интересно было спасибо большое